Ланни Дю Шассар Только без перестрелок и расследований В этом плане Шифт 2 сразу приглянется тем, для кого в гонках важны именно гонки А не магазины одежды, приторные любовные линии и странные противостояния всяких метросексуалов Главный герой игры – молодой и неопытный гонщик, который всего-то и хочет, что стать чемпионом А в этом уж мы ему поможем, не сомневайтесь Представляем вашему вниманию видеообзор Шифт 2 Unleashed на Playground.ru Начнем по традиции с режима карьера Так как новинка – это стопроцентный автосимулятор, то авторы решили несколько упростить нам жизнь Для того, чтобы добраться до финиша, достаточно успешно пройти всего 22% заездов Это сделано не случайно Так, на клавиатуре режим Drift для многих превратится в истинную муку Видимо, зная об этом, разработчики решили позволить нам двигаться дальше, без стопроцентного результата Итак, все начинается с того, что мы покупаем свой первый автомобиль Благо, здесь есть где разгуляться, но далеко не сразу Вначале мы получим какой-нибудь древненький и не самый мощный аппарат С ним и выставляемся на первый чемпионат Увы, участвовать сразу в нескольких типах соревнований мы не сможем Придется постепенно двигаться от одного класса автомобиля к другому Для этого нужно все время зарабатывать очки опыта, которые увеличивают наш общий уровень И открывают доступ к новым автомобилям, деталям, элементам тюнинга и, конечно, чемпионатам Очки нам начисляют за победы в гонках и поведение на трассе К сожалению, теперь наше водительское мастерство не оценивается с точки зрения агрессивности Или точности поведения на трассе Заветный опыт можно получить только за следование правильной траектории Чистые обгоны, хитрые блокировки и постоянную поддержку высокой скорости Также опыт начисляют за выполнение разнообразных заданий во время гонки Правда, все они более или менее стандартные Улучши существующий рекорд, пройди круг чисто или лидируй на протяжении одного круга В общем, ничего нового Впрочем, минусом это не является Мы же о гонках все-таки говорим От набора опыта перейдем, собственно, к автомобилям Их количество заметно уменьшилось Да так кардинально, что порой и выбора-то у нас никакого не остается Хотя, трудно сказать, минус ли это Ведь раздутый автопарк, как правило, хорошо выглядит только в пресс-релизах издательств На деле же мы используем несколько проверенных временем и собственным опытом болидов С другой стороны, во всем должен поддерживаться какой-никакой, а баланс Машин в Shift 2 откровенно мало Исчезли даже некоторые концерны К примеру, вы не найдете здесь ни одной машины от Феррари Возможно, в будущем появятся какие-то DLC с новыми тачками Но платить за них как-то не очень хочется В какой-то степени сокращение автопарка пошло игре на пользу Если помните, то в первой части мы жаловались на несколько аркадное управление Теперь этого нет и в помине Проект превратился в полноценный автосим Управлять двумя машинами с разной мощностью двигателя придется по-разному К каждому новому железному коню приходится подходить индивидуально Изучать его слабые и сильные стороны Да и авто с полным приводом, задним или передним Это как красная шапочка, серый волк и дровосек То есть совсем разные персонажи Управление также зависит и от тюнинга Мы не просто покупаем новые запчасти, увеличиваем мощность двигателя и аэродинамику Мы всего одной деталью меняем само управление Так что перед тем, как ставить новый движок Подумайте об этом дважды И готовьтесь привыкать к болиду по-новому И это нас очень порадовало Потому что в большинстве автосимов Покупка новых запчастей – дело рядовое и не очень важное Здесь же это целая эпопея Что же касается всяких перекрасок и прочего То в этом плане ничего кардинально нового не появилось Выбираете любимый цвет, его насыщенность и вуаля Получаете автомобиль своей мечты Для того, чтобы как-то минимализировать потери от нехватки автомобилей Авторы решили сделать больше трасс Их количество заметно увеличилось Здесь есть даже такие именитые и захватывающие треки Как Монца и Монте-Карло Конечно, это не совсем оригинальные трассы Их пришлось серьезно видоизменять Но все подчинено одной политике Автомобильный симулятор должен оставаться интересной игрой Так, шанхайский трек и трасса в Абу-Даби Видоизменяются несколько раз Да, это уже не те самые трассы, скажут зануды Но зато во сколько раз вырос интерес к их изучению Помимо трасс изучать нам придется и соперников Искусственный интеллект в этот раз действует крайне расчетливо Никаких глупых торможений, непонятных вылетов с трека Все четко и по-немецки собрано Соперники резки, дерзки и крайне жестоки За счет этого заезды стали действительно динамичными Интересными и порой крайне сложными Ваш соперник ни за что на свете не сойдет со своей траектории И с огромным удовольствием подставит зад Если вы попытаетесь обойти его Мол, эй, пацанчик, куда нос суешь? Я тут еду, тебя не пропущу Вообще обгоны в игре это целая драма, растянутая на несколько кругов Обогнать неприятеля можно Но он принципиально пойдет с тобой на столкновение То есть в искусственный интеллект заложено одно четкое положение Лучше вылететь с трассы, чем пропустить игрока Жестко? А вы как хотели Поэтому зачастую самая выгодная тактика держаться все время в тройке лидеров Потому что ближе к финишу у вас обязательно будет шанс вырвать победу Или по крайней мере остаться на пьедестале А вот если вы плететесь в конце, то это скорее всего уже не изменится Вас тупо не пустят вперед Как и гонки на выносливость, про которые не рассказывали до самого выхода проекта Вот это уж действительно патагонка так патагонка Они сложные, интересные и требуют постоянного контроля за дорогой Потому что стоит один раз ошибиться, как придется все начинать заново А уж ночные заезды это такой тихий кошмар На трассе практически ничего не видно Вылететь в кювет легче легкого Зато уровень адреналина в крови сразу начинает прыгать А ведь не этого ли мы так долго ждали? Shift 2 Unleashed не может не понравиться всем любителям автомобильных симуляторов Здесь есть все, что нужно Клевые автомобили, отличная система прокачки, грамотный тюнинг, интересные треки, реалистичное управление и правильные режимы А если захотелось пообщаться с друзьями, есть автолог Правда, смысла в нем немного, но и тут галочку авторы поставили Сейчас ведь без социализации никуда, верно? На этом все Удачи и до встречи на BlackGround.ru